Так, что я хочу сделать? Значит, смотрите, когда у нас пользователь уже авторизован, да, у него здесь будет кнопочка «Мои посты». И по нажатию на эту кнопочку он переходит на страницу, где будет как бы перечень его постов, а сверху возможность добавить новый. Понятно? Ну, для начала там будет кнопочка «Добавить новый», она вас интересует больше. Поэтому мы начнем именно с добавления, а потом уже с вывода. Понятно? Вопросы? Вопросов нет. Замечательно. Для этого заходим в PHPStorm, создадим новый контроллер и назовем его… Как будет кабинет? Что? Home. Home контроллер подойдет. А, контроллер? Да. Контроллер. Есть. Окей. Этот контроллер у нас будет, естественно, наследоваться. От чего? От контроллера. От контроллера, да. Ну, а где базовый контроллер? А куда вы его дели? Вон он. Странно. Чего же она его не видела, так сказать? От контроллера. От контроллера. Вон он. Не важно. Потом сообразить, если что. Ну, так вот. Мы у наследовались от контроллера и сделаем здесь первый метод, который будет отвечать за вывод моих постов. Так, мои посты. Так, делаю здесь public function и называю ее action myPosts. Соответственно, делаю соответствующий маршрут для меня. Для этого заходим в роуты. Так, роуты, роуты, роуты. И добавляем новый роут. Итак, следующий роут, соответственно, будет у нас, будет так, home slash posts. Так. И, соответственно, контроллер home action posts. Тут понятно? MyPosts, да? Action myPosts. Замечательно. Это мы установили. Теперь, теперь должны это реализовать. Для этого мы сделаем ссылочку у зарегистрированного пользователя. Вот так. Чтобы сделать ссылочку у зарегистрированного пользователя, мы должны зайти в шаблон наш default. И вот здесь мы выводили только логаут, да? А мы кроме логаута здесь сделаем контролл D. И выведем, соответственно, так, slash home slash posts. Так. И мои посты. Так. Мои. Да, ну ладно, myPosts. Убедимся, что ссылка появилась. Вот. И даже куда-то ведет. И даже ошибки здесь нету, да? Значит, мы попали куда надо. Но теперь замечание. А что, если пользователь не авторизован? Должен ли он сюда попадать? Не, ну это хорошо, что там проверка. Давайте я скопирую ссылку. А теперь я нажму логаут, да? А теперь я зайду на эту ссылку вот здесь. Ну да, и мы попали. И мы сюда попали. Должна такая быть ситуация? Да. А как делать? Потому что... Очень просто. И в модуль out instance. Ну, для домашнего задания дела, это тупо в каждом методе надо писать. Если модуль out, связал, если... Ну, если бы PHP поддерживал аннотации, то я бы вам рассказал, как это можно сделать. Потому что в каждом методе, вот эта первая строчка, если нет, то... Это нормально. Redirect на главную. Если нет... Да не на главную. Ни в коем случае не на главную. Вот так. На 404-ю. Это проверка доступа. Это нормально. То есть теперь я вот... А что 404-ю? Это по маршруту существует? Нет. Для него не существует. Он не пользователь. Да просто она на главную. Нет? Не вариант? Почему нет? Нет, потому что будет непонятно, что произошло. Это неправильно. Так если он набирает и хочет попасть, куда ему не надо, то уже понимали. Если у него ссылка была... Ну, это неправильно. Надо 404-ю. Да, вот так. А если он ссылку закрепил через доступу... Ну, тогда ему надо, извините, сначала авторизируйтесь. Ну, хотя бы... Да, надо когда-то какую-то вьюшку... Да, значит, какую-то вьюшку заблокированного доступа сделать. Мы же просто делали. Просто делали. Сами авторизируем, там, вы будете посты. Так 404-ю надо красивой сделать, понимаете? Да, ну тут же вопрос такой, на самом деле. Так. Это у нас есть. Соответственно, на этой страничке пост мы должны выводить кнопку добавить и его посты. Ну, сначала мы будем выводить кнопку добавить, а потом уже его посты, правильно? Ну, сначала девушка, наверное, какую-то там выводить. Не, ну, естественно. Это естественно. Для ускорения процесса я пойду вот в пути коротчайшего сопротивления. Вы доповедали, потому что все поможет. Я вам доверяю. Так. Мы сделаем здесь вьюшку, только не main, а мы здесь, соответственно, сделаем new. Во-первых, в directory. Я сразу сделаю директорию, которую назовут home. То есть вьюшки, относящиеся к home, будут здесь. Здесь new файл, и назову его posts.twipe. Так. Пока что я здесь просто напишу my posts. Я думаю, вас это устроит для начала. И, соответственно, в нашем контроллере home, в методе установки вьюшки, я укажу, что мне нужно. Home. Слэш. Пост. И оп. Вуаля. Тут вопросов, я думаю, нету? Нет. Давайте на этой вьюшке сделаем большую кнопку добавить, которая будет открывать страницу добавления нового поста. Так. Я этого захожу сюда. Здесь будет a. Slash. Home. Slash. Add. Д. Пост. Так. И здесь будет add new пост. Вот таким вот образом. Для этого я назначу еще какой-то класс. Класс. Ad. Post. Btm. Вот такой вот большой и страшный, да? Дальше. Для этой кнопки я буду лаконичным и в основном CSS файлем. Прям в темплейте сделаю класс. У нее будет width 100%. It height 50px. Background. Еще раз? Менькая. Она должна растягиваться с наполнением. Высоту. В ней кнопка добавить. В ней текст одинаковый. Background я сделаю решеткой CCC. Это была решетка. Вы мне поверьте, я вам честно говорю. И color, который у нас вот этот будет. Так. Это есть. TextElligent центр. Line height. Да. Line height. Согласен. LH 50px. Что-то совсем не оформилось. я скорее всего вот здесь что-то недосохранил. А, я не назначил ей во-первых дисплей блок Ctrl S а здесь Ctrl F5. Я думаю ей неплохо было бы сделать наверное все-таки паддинги. Я ширину уберу и в принципе высоту уберу. Не надо. Я ей задам вернее маржины 10 пикселей с каждой стороны. Таким образом она у нас получается уже вот такая. Это целая кнопка какого-то да? Да. Ну, лучше вот так. Недромально. Что-то точно add new post ну, пока на 404. Понятно? Что? Ну, что теперь надо открывать печатку. А, ладно. Оно нам не мешает, вы согласны? Да, да. Она похожа на кнопку. Что? Похожа не на кнопку, а на ссылку. Ну, хорошо. Давайте уберем нижнее подчеркивание. Text decoration none и соответственно по наведению на нее сделаем ей затемнение. И зачем? А, как это согласен? Box shadow 2 пикселя 2 пикселя 2 пикселя 0 inset Еще по событию длип да и баллов. Все, хватит с нее. Нормально. Какая такая пауза. Мне кажется, вполне подходит. Да. Замечательно. Теперь мы должны сделать обработку этой ссылки. Так? Куда она у нас ведет? Home. Home от пост. Правильно? Мы должны сделать такой маршрут. Значит, заходим в наши маршруты и добавляем сюда новый маршрут. Home от пост. контроль и контроль D. Контроль D. И контроль V это две разные маршрут. Да. Абсолютно верно. Так, от пост, соответственно, я захожу в наш контроль и добавляю public function action от пост. добавить пост. Тут, я думаю, все понятно и вот эта история повторяется. Более того, фактически все повторяется, кроме самой вьюшки. От пост. Так, от пост. Мы должны здесь сделать new файл от пост. quick Есть. И здесь делаем формочку. для этого я делаю форм. Нет, мы здесь будем делать не shift. Можно сделать? Shift. Вот такой. А, я вам рассказываю про классную штуку, которую вы должны знать и использовать в перспективе. Vsync вводите вот так вот в гугле. Так, Vsync лучше редактор. А, неправильно написал. Vsync вот так вот пишется. Vsync редактор. И мы открываем краткий список Vsync редактора выбираем тот, который нам понравится по стилизации. Мне вот это нравится. Вот такая штука. надо выбрать тот, который нам нравится. Еще раз. вопрос. Вопрос кредитор точно такой же на iqru.net А их используют все стандартные шаблонные. Я хочу взять какой-то попроще, не замороченный. Вот этот. Платный. Ну, совсем не платный. платный не подходит. А кастом? Мы его подключаем? Кастомный мы долго будем писать, поверьте мне. Вот этот давайте. О! Он такой вообще локоничный, да? Давайте лучше в стиле Windows 98. Еще раз? В стиле Windows 98. В стиле Windows 98. Не фонтан. Так, мы его выкачаем с гитая сейчас. Посмотрим, что нам скачается. Для этого я здесь А, вот у меня есть Попка AUS1 пустая на данный момент, да? Давайте мы откроем консольку CMD здесь делаем CD и захотим перейти в эту папку, да? Потом выполним вот эту команду, которая должна его скачать. Или в цель. Давайте пока дальше не начинается. Да, оно сейчас быстренько скачается и мы сразу туда будем устраивать. скачается. что-то оно думает. Долго думает. Ну, про другие моды надо было это думать. Нам надо сначала это сделать. Пока пауза. Значит, смотрите, я возьму наверное все целиком, чтобы не заморачиваться, чтобы наверняка все было, да? И соответственно у нас есть папка медиа, да? Здесь я добавлю новую папку, назову ее lips до библиотеки и туда соответственно новую библиотеку и я назову ее editor. Подойдет нам по смыслу. Я не помню, как он правильно назывался, поэтому будет editor. А в нее уже сделаем past. Угу. Не хочет. Придется сделать вот так вот. Show in explorer и ctrl v сюда. Есть. Теперь у нас есть здесь папка editor. Вот здесь вот в demo есть соответственно где-то примеры его использования однозначно. так да-да-да я смотрю. Вот это в принципе нас особо не интересует. Нас интересует вот этот вот фрагмент и к чему его к текстаре применяются идишникам. Текстаре один, да? Поэтому я вот это копирую. Захожу в свой шаблончик. Это наш соответственно отпост. делаю тут ctrl-v оно сильно здоровое его невозможно читать. И вот тут меняем пути на следующее на slash media slash media media так и slash потерял slash lips slash editor так я вот думаю где же оно было прямо в demos оно и было да? Да. Дальше вот здесь соответственно вот это ctrl-c ctrl-v ctrl-v есть раскопировали так здесь явно используется jQuery я так вижу так и я не помню был он там подключен или мы будем надеяться что все в комплекте конечно я вам показывал сюда $.get $.post было было анимация будет так 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 это меня пока не интересует и аяк запрос меня здесь не интересует сейчас так давайте убедимся что оно здесь появилось надо зайти сюда ну что-то оно себя не повело так нам это надо так будем посмотреть так конечно jQuery здесь нету да давайте через CDN подключим для ускорения процесса jQuery CDN unified копировали хотя оно не копируется лучше вот так и подключим это вот сюда что-то толку 0 из not a function все теперь все правильно теперь оно у нас работает там надо не просто аидишник, вернее не решетка аиди, это не jQuery это его фирменный стиль просто стилизирован под jQuery потому что я вижу вот это меня запись немножко смущает ну ладно нам в принципе это подходит, он у нас работает давайте вот эту текстарю немножко стилизируем каким образом, я прямо по-лентяйски буду делать я думаю вы догадались, что я собираюсь сделать style width а width не буду задавать, просто display block height 500 пикселей resize none padding 0 10 пикселей таким образом он будет что-то я напутал height 200 пикселей ну ладно, он в принципе нормально будет смотреться так, вот это будет наше поле для редактирования да в принципе вполне нормально мне кажется для того, чтобы создавать пост да все самое необходимое есть он еще там очень сильно на самом деле настраиваемый но как его настраивать надо еще будет почитать в официальной документации то есть видим, можно посмотреть код, который он генерирует в итоге, да и увидеть результат убрать вопрос тут есть так, редактор мы встроили это хорошо, это замечательно теперь давайте сделаем полностью всю форму вместе с этим редактором да соответственно у меня здесь будет собственно сама формочка так, вот эту вот вещь которая текстарая я вставлю вовнутрь этой формы ей обязательно задам атрибут name name у нее будет текст так у формы будет ссылка slash home slash add post action то есть действие добавления поста да здесь у нас будет собственно в этой форме будут лейблы первый лейбл будет соответственно for name imp будет написано name двоеточие под ним будет input type text name name и id name imp так, это есть раз это имя поста пост же сложен, как это называется так, я уже точно не помню структуру наших таблиц поэтому я открою файлик с ним так нам будет чуть легче сейчас картинка это я помню что там есть а, пусть на рабочем столе да, это я знаю тоже так пост имя текст лайки просмотры время картинка да, и категория значит категорию нужно выбирать правильно категорию нам нужно выбирать что тут за категории ссылается на пост ссылается на категорию нет, категории а категория у нас ссылается по-моему на картинку да, а что тут это ну, категории будут картиночки маленькие пиктограммки нам надо по-хорошему сейчас будет добавить одну категорию хотя бы тестовую а картинку и картинку какую-то тестовую для того, чтобы у нас была хотя бы одна категория которую можно добавлять в остык я что-то за них забыл пока мы это сделаем из консоли так это не та консоль вот здесь hl mysql минус u root use prop block show tables проверим название хотя это моя база, названия совпадают и сначала вставим картинку insert into images name urn и будем вставлять values name будет кат1 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 соответственно картинку я сделаю так какой-то пускай будет html первая у нас категория да, вы не против и вот такая вот иконка ей будет подстать, правда? только это очень большая нам бы такую же, только поменьше она на прозрачном фоне подходит копируем URL картинки, пока будет не наш, а потом сделаем в админке добавления свои так вставить закрыли кавычку закрыли круглую скобку точка с запятой enter вставка картинки есть сделаем select звездочку from images вот наша картинка вот наша картинка мы видим теперь вставляем категорию insert into категория а именно name и images id так values и что мы туда вставляем соответственно название категории у нас будет html да а значение идшника картинки единичка таким образом делаем вставочку и вставочка у нас прошла можно сделать select звездочка from категории yes вот наша категория тут вопрос есть? вопросов нет замечательно соответственно вот здесь мы будем выводить список категорий для его вывода нам потребуется их выбрать на данную страницу правильно? а для этого мы с вами уже делали помните entities да а вы отсюда убрали как примерно нет не убрали оставили мы здесь делаем new php класс который мы назовем который мы назовем категори так категори соответственно для упрощения жизни ctrl c ctrl v еще раз да она предложила я согласился у нее есть id name и что image id так это все его поля согласны при создании то есть конструктор будет принимать только name и image id image id причем вот это я предпочту в виде int соответственно по умолчанию там ничего нету и тут тоже ничего нам надо да нам нужен конструктор по умолчанию для успешного создания пустых пустушек для загрузки правильно ну и здесь соответственно image id равняется image id это у нас все есть а заготовочка у нас есть image image у нас соответствует нашим имиджам так это соответствует не по-моему это означало image на что-то ссылаются или на него ссылаются все на него все ссылаются у него name и url в свою очередь у нашей категории мы предусмотрим метод public function get image получить картинку и соответственно что я здесь сделаю я сделаю так image равняется new image image еще раз а да конечно я кстати не сделал но обязательно extends entity у имиджа надо метод getById наверное было предусмотреть так я уже чуть забыл давайте так mi равняется slash model images new да у нас модели не single то new model images и здесь соответственно model images getById this imageId так таким образом мы получим соответствующую картинку вот к слову зачем нам нужны эти entity удобно 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 соответственно getImage нам будет возвращать что image вообще знак вопроса image если быть точным то правильнее вот так но здесь не будет работать а знаете почему потому что здесь PHP чип 7.0 надо хотя бы 7.1 есть метод getImage и соответственно нам надо в моделях добавить new PHP класс он не будет работать потому что в принципе метод fetch возвращает false если ничего не надо поэтому знак вопроса не подойдет а мы там вроде этот момент правиль ну ладно model category да model category есть все так же самое как здесь то есть здесь мы тоже делаем extend модель скопируем основу отсюда скопируем в свою очередь готов вместо image я здесь пишу что категории так здесь надо написать use slash entity slash category и тогда можем писать здесь соответственно return category from rdb только у нас здесь у нас category yes а в картинках я не поправил images вот здесь тоже images это важно а то потом будет у нас катастрофа так так есть categories get by get by id возвращает уже не имидж а category а в свою очередь здесь будет new category все так же само таблица да categories yes так и и и от категории ну я просто add переименую мне потом будет проще работать правильно категории кат здесь соответственно категории yes будет равняться name кат name здесь будет у нас что name кат name здесь будет у нас есть вопросы вопросов тут нету да замечательно теперь мы можем получать категории вместе с картинками сразу же для этого я захожу соответственно в контроллер home в метод добавления поста я делаю так ну сначала создадим здесь нужную нам модель правильно я делаю вот так модель кат ну от категории равняется new модель категории в свою очередь здесь делаем view как мы его назовем категории yes будет равняться model кат готов есть вот оно что теперь идем во view в частности ватпост вот здесь я делаю еще один лейбл в нем будет категории и под ним делаем select давайте это ну а я что собираюсь то здесь четыре пилые категории 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 и 8 лейбл здесь соответственно option value я буду выводить соответственно категории id ни в коем случае а вот сюда я буду выводить уже категории name давайте проверим будет ли оно отображаться как видим оно уже здесь не хватает немножко дисплей блок для наших элементов типа интер категория это получается тема по студии да грубо говоря так типа стейл ну да где она по сути у нас по смыслу так если я хочу свою красную тему какую-то новую создать нет это не мы создаем темы пишем в рамках того что уже есть здесь по задумке изначально админ создает темы в которых можно писать это люди заходят и что пользуются тем что есть ну она не соответствует тематике сайта ей здесь нечего делать логика простая это не вы не путаете это с форумом это не форум это блок то есть на форуме люди переписываются и создают темы то есть тут форум веб-разработчик а это блок да 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 здесь можно писать статьи и все что касается именно веб-разработки да 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 все я теперь понял что такой блок потом у меня было и сказано понятно а вы наверное за форум думаете ну да где люди переписываются но здесь есть большие категории а мы в них можем писать конкретную тему так стайл я здесь делаю для инпутов и для селекта дисплей блок фейк 50 лх 50px так давайте посмотрим что из этого вышло ну да и вид 100% что то вот такое получилось ну может не очень красиво ну это мне я уже за это и хотел сказать так эта база у нас есть да то есть можно выбрать категорию можно ввести имя можно уже печатать текст причем его достаточно неплохо оформлять поставь правильно а вот с этим придется поберется она ссылки предлагает вписывать видите ну нам в принципе пойдет ссылки Да, но у нас главная картинка поста, которую можно загрузить А что за кнопочка ОК, чтобы мне уже говорят Еще раз Экшн, экшн, кнопочки ОК на картинке А, ОК? Ну типа добавить Я понял, какой у него, ну, пудик Ну, кнопки самой ОК Нам для него, для роутера надо сделать Это ничего не делает Это наша форма Эта форма уже встроена в эту ерунду Да, мы пока еще не сделали А ОК, это просто картинку сюда, сюда прямо добавить В этот текст То есть мы можем взять откуда-то, не знаю, какого-нибудь сайта Там, допустим, Кэт найти, да А, вот мы искали, короче, вот это Копировать URL картинки, да И в этом редакторе нажать Сюда Ctrl-V, ОК И печатать дальше Понятно? А, это же не текст Орея Это хитрый редактор, который подменяет текст Орею А если я хочу увидеть саму текст Орею, надо нажать вот так Я увидел, что в ней написано Это очень хитрая вещь Смотрите, документ эксек, если вам интересно То есть, если хотите свой такой написать Документ эксек и Два-три дня свободного времени Так сказать, чтобы нормально с этим разобраться Полностью взять весь функционал, который необходим Загрузка картинок, опять же Это дополнительная обработка Это отправка форм АЯКС Тоже я еще об этом, может, уделю время Расскажу На JavaScript, как это делается Ну, по крайней мере, постараюсь Потому что тема интересная И весьма обширная, так сказать Так, это у нас есть? Есть Надо добавить всем им имена Добавить, где будет обрабатываться Я уже задумал, да? Метод пост указать обязательно Метод пост Лейбл перед селектом мы добавили Селект у нас ID Я его назову селект кат Да? И, соответственно, вот здесь, вот сюда Вот фор я его оп Селект кат И name у него будет кат Да? Есть Добавим еще один input Input будет type file теперь Image Назовем его file imp Здесь укажем file imp И, соответственно, input type file Так, еще раз Accept 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 Image Слэш звездочка Ладно Сотру и поставлю звездочку Так быстрее будет, чем я его найду Так, есть у нас такое Вот у нас добавился выбор картинки Да? И теперь надо добавить кнопку ok Да? Чтобы все было ok Для этого снизу я добавляю input Type Submit И вот он, снизу кнопка отправить Вот такая формочка добавления поста у нас получилась Так? Что? Отлично Отлично Ну, теперь нам надо эту формочку обработать Как ни крутить Для ее обработки мы вот уже задумали маршрут Правильно? Поэтому я делаю ctrl-c Захожу в наши маршруты Да? Так, где у нас маршруты? Я уже потерялся Где наш core? Так, надо маршруты выносить будет в отдельный файл Это неудобно Add action И так и назову этот action Чтоб потом не забывать как он назывался Есть Соответственно Захожу в контроллер home Здесь делаю public function А, я промазал, а не там пишу Public function Добавляю prefix action Есть В свою очередь Если у нас пользователю нельзя То ему нельзя Да? Пока я делаю по-ленивому Как проверку формы сделать Я вам уже показал Да? А здесь я просто сделаю следующее А мы из empty делали дел Вот здесь вот функцию, да? Я ее Как ленивый человек Без разницы Она здесь и так Да, обращаться туда каждый раз Подключать Чтоб загрузился целый файл Не хочу Так будет меньше ресурсов есть If self is empty Is empty Dollar post Только тут с собакой надо везде писать Dollar post Text name И запятая собака Доллар post Не, это было id Собака post Текст И соответственно Собака Файл Как он у нас там назывался Image по-моему Да Image Тогда я делаю Следующее Я здесь выведу Эхо Просто Error И Return Все Ну здесь так закончу Вообще По-хорошему Надо было бы сделать Здесь Exception В кече его обрабатывать Ну вы поняли, да? То есть Это вы уже доделаете Я надеюсь Возвращать назад в сессии Там вводить Предыдущее значение И тому подобное Кстати Я отправляю Файл И не указал Очень важный Атрибут Какой? Здесь Во-во-во-во-во Engtype Multipart Formdata Потому что Иначе будет Не судьба Отправить файлик Так? Хорошо Это вы помните Это меня радует Возвращаемся В Controller Home А здесь Поехали Делать обработку Итак В папке Media Да? У нас предусмотрена Папка Images Куда мы будем Загружать картинки Так? Поэтому что я предлагаю Давайте начнем Мы с загрузки Картинки Для того чтобы Картинку загрузить Нам нужно Ей сгенерировать Имя Правильно? Поэтому я делаю Name Будет равняться Как я буду Генерировать Имя На картинке Я буду Брать Time Приклеивать К нему Нижнее Подчеркивание ID Пользователя Который Загружает Какова Вероятность Что один И тот же Пользователь В одну секунду Будет загружать Две картинки Это почти Ноль Да? Поэтому Я делаю Следующее Давайте я Вот тут Сделаю Так User Равняется Модуль Aus Чтоб долго Не писать Get user Так Здесь User ID И Доклеиваю Нижнее Подчеркивание Run От От 10 000 До 999999999 вот такой вот базовый name он в у нас уже сделан нет он повторно не будет вы же помните, что у нас мы все равно проверяем авторизацию не переживайте за это если он у нас не авторизован мы уже в 404-й улетели так поэтому за это париться сейчас не нужно нам нужно получить расширение от картинки вот за что нам сейчас нужно париться каким образом это сделать я делаю так нижнее подчеркивание name равняется image name теперь я соответственно порежу по соответственно вы поняли, по точке то есть я вот здесь делаю exploit почем я режу по точке все наше исходное имя ну это 1 вариант а лучше сделать не так лучше сделать type и резать по слэшу так нижнее подчеркивание image slash jpeg image slash png и так далее так и здесь я напишу так это оно само пришлет это тип текущего файла ext будет равняться без нижнего подчеркивания последний элемент этого массива end вот доллар нижнее подчеркивание ext и в конец name и в конец name вот тут я это и доклеиваю ext а можно вот так вот не туда поставил здесь точку надо по хорошему и вот так есть сформировали имя будущего файла правильно теперь нам нужно его загрузить правильно для этого используется функция move uploaded file и я сделаю следующее если не move uploaded file то это у нас тоже ошибка по большому счету куда мы грузим файл? так я сейчас пытаюсь вспомнить первый параметр это куда или откуда по моему откуда это куда сервер да мне тоже так кажется доллар нижнее подчеркивание files image я сейчас просто могу ошибиться это мне вечная беда я вечно забываю последовательность tmp name ну если ошибся потом поменяем destination куда соответственно не просто в name а в media pass к нему приклеиваем images slash и к нему приклеиваем уже name вот таким вот образом если нам не удалось загрузить тогда return но перед return но перед return мы что нибудь выведем echo error save image т.е. произошла ошибка при сохранении картинки нет еще раз а если ее нет в смысле нет если ее не загружали а будет ошибка сразу вот еще нам это это картинка самого поста самое главное шафт а теперь нам надо что сделать это почти верно да нам нужно положить в базу данные сначала нам нужно положить картинку вот такой вот момент для этого я делаю model image не 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 так я делаю i равняется new image так сюда передаем ее name но name каким образом слэш медиа слэш а дальше уже name не это я неправильно говорю вы меня извините это вот сюда я передаю вот этот name а в качестве name я буду передавать имя ну слово пост и имя поста пост нижнее подчеркивание имя поста это соответственно dollar post name так нижнее подчеркивание image вот таким вот образом он будет называться у нас так теперь мы делаем что model image равняется new model image почему у нас путь такой еще раз почему путь такой какой а где у нас лежит а это имя это имя содержит ну точка имя файл а точка медиа я понял за что вы images вы за вот это да да согласен так теперь делаю так model image add image i и тут у меня сейчас возник вопрос возвращаем ли мы айдишник или нет нет мы судя по всему не возвращаем у меня такое ощущение метод insert то возвращает а вот в моду image он воидовый а должен быть интовый и здесь надо сделать ретурн обязательно вот таким вот образом иначе у нас будет проблем потому что нам этот айдишник дальше нужен теперь он у нас есть теперь у меня есть айдишник картинки да после вставки а здесь что пишут когда я на него нажимаю а говорит что может выкинуть исключение но у нас не выкинет не переживайте ну теоретически вообще правильно если это делать то надо было бы написать вот здесь вот try с самого начала а в самом конце сделать catch exception e и вот здесь я могу сделать просто echo e get message в этой ситуации и вот здесь вот на самом деле правильно будет не echo писать как вы догадались а выкинуть new exception и передать туда это сообщение вот это будет более правильный вариант и видите у нас и ругаться перестала сразу на ту проблему ну я тут буду лаконичным потому что у меня там просто error я просто скопирую вставлю и уберу все лишнее вставлю просто error error empty файл я лучше напишу так чтобы мы легче понимали правильно есть так image id мы получили теперь мы должны сделать вставку самого поста и так как мы будем вставлять сам пост теперь внимание для этого я сделаю пост равняется new пост а а у нас есть пост облом php класс называем его пост называем его пост окей extens extens в свою очередь за основу берем то что уже есть например картинка и соответственно делаем здесь ctrl v это у нас появилось так и идем на периф так какие тут есть вопросы никаких продолжаем так соответственно в модели постов нам нужно предусмотреть все его поля поэтому мы заглядываем сюда и смотрим ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой наверное я сделаю вот так если вы не против и пока спрячу панельку так id есть name есть дальше следует что текст а лайкс лайкс да и ерс только с долларом опять же так я думаю я наверно буду делать пока вот так а потом уже их в одну строку склею да time user id имиджес id имиджес id имиджес а что у нас кстати одна такая картинка можно вставить ну а остальные ссылками как вы видели можно вставить и соответственно категории yes id так вроде все перечислил ничего не забыл вроде как нет теперь я это все делаю вот так все оно сплюшилось и мы предусматриваем метод методы получения картинки получения автора да ну автора потом пока картинки потому что картинка и категория у нас уже есть так поэтому тоже раздвинуть шторм да уже могу раздвинуть шторм могу это свернуть сделаем здесь public function get also или also image который будет возвращать нам image и будет делать так я хочу сделать синглтонами модели потому что я уже не могу меня скоро нервы сдадут вы не против? для этого я здесь а потому что зачем? зачем? потому что мне уже надоело их плодить а нельзя как-то сам классно это сделать? а не получится к сожалению не получится было бы классно но нет поэтому я думаю откуда взять тенденцию синглтона чтобы их сейчас не писать для этого я зайду в класс по-моему автолоадер у нас синглтон нет автолоадер у нас роутер у нас синглтон так да только у него где-то там в глубине души нет 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 так хорошо тогда я вот это копирую я хожу в модели сейчас мы просто чуть поправим оп соответственно конструктор у нее есть так поэтому мы его здесь а его нет верни просто у модели нету у модели нету у модели конструктора нету по-моему это у категории есть да он говорит нельзя делать превейт потому что у родителя он у нас что по публик наверно да нет нет превейт на публик можно наоборот нельзя я сделаю protected да и соответственно в самих моделях модул images тоже сделаем теперь где он модул категория protected так getInstance я переименую просто на instance мне так больше нравится конструктор есть а здесь соответственно вот она нам предлагает надо согласиться она не хочет эх ладно придется здесь руками это написать parent два двоеточие нижнее подчеркивание два нижних подчеркивания construct теперь не жалуется так parse URI нам здесь не нужно все вот этот момент есть эти три метода есть я их ctrl c c ctrl v model image так и лишаюсь сразу будущих проблем по работе с ними естественно у меня сразу жалуется на то что я здесь получаю модул но теперь я ее даже получать не буду я здесь буду писать просто модул images instance addimage модели нет нам два объекта картинки да но не модели так где-то еще у меня жалуются вот здесь вот я создаваю new model category ну а теперь я могу здесь тоже писать model category instance готов и опять же не создавать экземпляры там где мне не надо согласны? так так тут где-то еще ну а это еще я не дописал просто все нормально control remain ну где будет надо я буду добавлять но мы в main сейчас не используем пока да мы будем использовать тогда уже будем писать теперь я решил все эти проблемы и мы можем продолжать собственно в наших постах в постах получать картинку я буду делать return сжать наверное не закрыть а сжать потому что она нам нужна мы постоянно прыгаем model category instance get by id this image id но уже и конструктор можно изменить еще раз конструктор можно изменить а зачем а конструктор поменяем да ой это сейчас беда в нем слишком много всего понятно что мы не все должны вставлять мы должны вставлять name потом текст так что мы еще должны вставлять name текст time автоматически правильно а а а а а а а а а ну в принципе да давайте так и сделаем а 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 ал Давайте все уберем Лишнее поубираем Ну хорошо В принципе согласен Лайкс и вьюкс Не нужны Так Имаджесид нужен Категориесид нужен Тайм не нужен Будет заполняться автоматически Name пустая строка Это у нас стринг Текст это у нас тоже Стринг по умолчанию Пустая строка Userid это у нас Int По умолчанию 0 Имаджесид По умолчанию 0 Тоже int Категориесид Int По умолчанию 0 Ну понятно что Реально так не будет Так это я убираю Кроме тайма Так И в тайм я записываю Не что иное как Тайм Так Ну а все остальное В принципе Так же самое Остается Да Все замечательно А это мы Убираем лишнее Есть Что здесь ему не нравится Итак На что жалуются Return value Xlb image Хорошо А модул А модул категории Модул имидж Конечно Все Модул имиджес О Теперь все замечательно Да Это есть Ну и get категории Точно таким же образом Get категории Должен возвращать нам Категории Соответственно Это модул Категории А получать мы ее будем По категории ID Есть Связи установлены Между таблицами Таким образом так То есть мы сможем Из нашего Поста Получить картинку И получить категорию Замечательно Еще раз А юзера А юзера у нас нет Пока Самой Энтити Соответствующего Будет Энтити Потом сделаем Пока Обойдемся Позже сделаем Пост равняется New Name Пост И туда передаю Name Доллар Пост Так мы же Синглтон делали Так мы Синглтон делали Модель Вот это мы делали Синглтон И мы модель Пост еще Сделаем Мы пока Создаем Сам экземпляр Поста Текст Соответственно Поста Это Доллар Пост Текст Соответственно User ID Это мы Сверху Уже Получили Юзера У него поле ID А Images ID У нас тоже Уже есть И ID Категории Доллар Пост Кал Хотя По хорошему Вот этот ID Категории Надо проверить Еще на валидность Было бы Что значит Что в данный Момент Я туда могу Указать Несуществующие ID Категории У нас возникнет Ошибка На уровне Базы данных Мы все равно Попадем в кетч Собственно Говоря Ну да ладно Теперь нам нужно Сохранить Пост А для этого Нам нужно Создать Соответствующую Модель Правильно New В свою очередь PHP Class Model Posts Все так же Extends Model За основу Берем Какой-то из Существующих Моделей Так Это есть Да И в свою очередь В свою очередь Сейчас надо что проверить Инстанс Есть Готово надо менять На что На пост Постs Да 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 Use Entity По Пост Это нам вот здесь Не придется писать Здесь возвращаться Будет Пост Создаваться Будет Пост Можно не менять Только вот здесь Надо везде поменять На пост Так Пост Здесь Пост Здесь Пост У него Name У него Text У него Time А Я здесь Не текст Написал Time Потом Что у него Ещё Email G ID Единственное что хочу сделать Вот здесь Refactor Rename Пост Категории ID Post Категория С ID Вот тут я очень рекомендую Писать Int Настоятельно Просто На самом деле Чтобы не было потом Катастрофических Ошибок С этими вещами Так же само Собственно Как и вот здесь Ну здесь не будет Потому что Time у нас заполняется Int Сам по себе А вот тут Может быть Так Name Text Type Image ID Category ID Что я забыл User ID Правильно User ID Int Вот Post User ID Так На картинку Смотрим Name Text Эти Не надо Не надо Time User С С С Буквы S ID Images ID Categories ID Categor ID Categories ID Categories ID Users Categories Users Id Images 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 Id Здесь так и есть Так Вот тут надо поправить В самом классе Правильно? Поэтому Мы зайдем В пост И в нем Соответственно Поправим На Users ID И здесь Соответственно Тоже А тут не важно Это просто Параметр Конструктора Так Тут что-то потерял Где? Где? Там Где А Точно Как вы заметили Так Подобно Ага Я понял Так Вроде ничего не потерял Да Вроде ничего не потерял Все У нас должно Теперь Это все Добро Работать По добавлению Поста Так В свою очередь В контроллер Home Пост мы создали И делаем Model Post Instance Add Вот этот вот Пост Можно было прям там Писать New Post Но нас так устраивает После добавления Поста Мы должны Пользователя Перекинуть Соответственно This Redirect Slash Home Slash My Posts Или просто Posts Зачем? Не Я понял Что хотели Ну Ладно Давайте Попробуем Добавить Пост My First Post В категорию HTML Выберем Картиночку Вот такую Какую-то О, Текст Можно Большой Генерируем Мором Крис Ту-ла-ла Все нормально Все нормально Проверим Проверим Добавление Сначала Нажимаю Отправить И нас Перебросило Сюда В теории У нас Все должно Было Завершиться Успешно У нас Здесь Есть Подключение К базе Правильно Значит Мы Можем Не К той Базе Мы Подключены Так Добавим Здесь Где-то Как оно У нас Называется Прог Блог Ок Что-то Не То Датасоурс Маски Попробуем Заново Прог Блог User Root Ок О И в таблицу Post Смотрим Все правильно Так и должно Быть Все чудно И отлично Я вам скажу Так Этот текст Оформлялся Непосредственно В В том Редакторе Редактор Сам Обернул В теги Да Да А если Нам не нужны Эти теги А как Вы хотите Текст Оформлять Просто Без текста Не Не получится Никак Он не сможет Даже Без редактора Просто Терсалей Она тоже Ну так Тогда будет Просто текст Без ничего Никакое Оформление В нем Не будет А Идея Редактора В том Что Когда мы Добавляем Пост Мы можем Печатать Что-то Со стилем Что-то Жирным Да 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 То есть Чтобы вот эти стили Все сохранились Для этого Редактор и есть Тут можно и руками Этот код Редактировать Видите А можно В смысле Мы их специально Добавили А вы ведь Не хотите Избавиться Ничего Давайте А скрип Можно Еще раз Ну вообще Надо сделать так Чтоб Нет Сейчас Можно А ней Можно Постар Сделать Очень Большим Ну все равно Больше 255 Не влезет Да У нас 255 В общем Так Давайте Это все Выводить Да Поэтому Теперь Вот тут На Майпост Нам нужно Визуализировать Эти посты На самом деле Для вывода Постов Мы уже Все По сути Сделали Нам Нужно Сделать Вьюшку Куда Мы будем Выводить Правильно Поэтому Поехали Делаем Здесь Вьюшку В наших Вьюшках Так Она вернее Даже у нас Уже есть Ее просто Нужно Доделать В которой А Мне надо Передать Сначала Да Я Все Пишу Пишу Но ничего Не делаю Так 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 Вот он Наш Action My Post Да Вот здесь Я сделаю Так Вьюш Стрелочка Post Равняется Model Post Instance А теперь Нам надо Get By User ID Которого У нас Нет Поэтому Заходим В Model Post Да Get All Это Хорошо Это Все А нам Нужно Все Текущего Пользователя Get By User ID Сюда Будем Принимать Int ID Так Оно По названию Метода Get All Where Да У нас Здесь Идет Здесь Я Добавлю User ID Равняется Знак Вопроса И вторым Параметром Вот этот Вот ID Так Так Вот таким Вот образом Или можно Чуть по другому Было Мне и так Нравится Есть Вернемся В наш Home Get By User ID Сюда Соответственно Модуль Aus Instance Get User ID Для удобной Читаемости Перенесем Страху Так Вопросы Тут есть Нет Посты Мы получили Их нужно Визуализировать Верно Соответственно На самой Вьюшке Этых Пост Мы должны Здесь Сделать Следующее For Пост In Пост And For Здесь Соответственно Будет GIF С классом Пост Да В нем Будет H2 В которой Мы Введем Пост Name Да 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 Потом Под ним Будет Например GIF Класс Image Да В нем Я дополнительно Напишу Style Background Image Url В этот Url Я буду Вставлять Пост . Get Image . Url Это все Хорошо А если У нас Нету Картинки Для поста А у нас Она там Обязательная Да Мы Исключаем Эту Ситуацию Тогда Он будет Возвращать NULL И делать Дополнительный IF Вот и Все Так Ну я Буду Выводить Текст Прямо Здесь Да Сейчас Ну вообще По хорошему Тут надо Было Сократить Вывести Вывести Только Часть Тут Ров Надо Обязательный Фильтр Будет Сделать Да Как вы Говорите Что Что я Такого Не помню Ну это Хорошо Так Это у нас Есть Ну можно Раф Просто Написать И все Обновляю Страничку И у нас Если Если вы Свою Сделаете И вот Наш Пост А давайте Вот этому Диву Который Имидж Пропишем Еще Стирей Ну я Буду Не в нем Естественно Писать Я здесь Сделаю Хотя Похорошему Надо Было Его Подключить Ну это Ладно Не будем Сейчас Заморачиваться И здесь Скажем Что Для Точка Пост Точка Имидж Надо Задать Хейк 250 Бакграунд Сайз Ковер Бакграунд Позишн Центр И Получим Уже Вот Такое Веще Да То есть Выводится Наш пост Более Детально Ну я бы Наверное Вот этот текст Целиком Не выводил Я бы Вот здесь И Сделал Следующее Так Лучше Не так Еще раз Лучше Три Шпаргал Да Не 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 Это Не Три Надо Сделать Просто Заранее Подготовить Нам Надо Просто Было Когда Мы Его Выбрали Да Так Model Post Или Давайте Текст Просто Здесь Не Выводить Или Давайте Выводить Как Был Лучше Это Сделать Да Давайте Вот Там Просто Не Выводить Сделать Тема Да И кнопка Подробнее По-хорошему Должна быть Ну в принципе На данный момент Ну я думаю Идея вы поняли Ладно Я думаю Над этим Сейчас заморачиваться Смысла нет Да Давайте Картинку Выведем Парамон Еще раз Парамон Давайте Добавим Еще один Пост Пост Назвем Тру-ля-ля Выберем Еще одну Картинку В которой Зачем Вам длиннее Не могу понять Обрежет Обрежет Если Вам Очень Хочется Знать То Его Обрежет Так Вот два Поста Есть Так Еще раз Смыси Центр Ну У него Как раз Центр Я же Ничего Не сделаю Давайте Сделаем Выход Войдем Под Другим Пользователем Для этого Давайте Зарегистрируем Другого Пользователя Нижнее Подчеркивание Админ Четыре Нуля Эмейл Что-то Собака Что-то Точка Что-то Отправить Пароли Говорят Не совпадают Представляете Что-то Надо Выключить Так Вошли MyPosts Здесь Пусто Добавим Пост Сюда Назовем Его Que Напишем В нем Какую-то Чуть Белиберды Пару Строк Выберем Картинку Очередную Из нашей Папки Отправим И вот У него Пост Добавлен Можем Выйти Зайдем На нашего Пользователя Queer У него По-моему Четыре нуля Я делал Специально Чтобы не забывать И у него Будут Его посты Так Теперь Давайте На главную Выведем Все посты Да Для этого В модели Пост Ну не все А давайте Топ 10 Я сделаю Public Function Get Top По последнему Добавлению Нет Ну там Ордер Бай Добавить Какая разница Я делаю Get last Соответственно Как видите Get last Это int Может потом Сделаем Да Нормально Так там Нечего делать Ну смысл Лимит Оффсет Ордер Байт Пост Здесь Соответственно Я тоже делаю Просто Лимит Н Штук Что Вот таким Вот образом А теперь Соответственно Теперь Соответственно Где Теперь я забыл Что я хочу Контроллер Main Да На главную Страницу Во вьюшку Добавить Posts Будет равняться Model Posts Instance Get last 10 штук На крайний случай А что ругается А вот здесь Вот ругается Равняется Model Images Instance Равняется Model Images Instance Потому что Мы эти методы Не вызываем Так все равно Парк читает Все Он то читает Но код не выполняет А значит Не пытается Создать экземпляра Значит ошибка Не варится Поставьте Где-то Не поставьте Точку Где-то Нет Это ошибка Уровня Парс А это ошибка Времени Выполнения Это разные вещи Поэтому не путайте То есть Синтаксически Это не ошибка Это по смысловой Нагрузке Ошибка Так Я сбился Обновляем Так как Вывести надо Подождите Обновляем Вот здесь Вот я вот Этот вот кодик Ctrl-C На Main На Main У нас что-то Нужное Здесь есть Да нет У нас есть Троговор Mipsum Ctrl-A Ctrl-V И вот Наши три Поста Так В смысле Не лаз А теперь Мы сделаем Order By ID Деск Добавим Туда Потому что Этого я не Сделал Я не латов Назвал Я назвал Просто Desk ID Хотя по-моему Если не указать Там Обязательный Или не Обязательный По-моему Нет По-моему Он как раз По ID Будет Да Вот теперь Последние 10 Так А теперь Нам Что нужно В принципе Сделать Что Лимит просмотров На странице Лимит просмотров На странице Просмотры Поста Только Просмотры Нам для этого Нужно сделать Страницу Одного Поста Правильно Да И кнопочку Ублимо А у нас Здесь не будет Больше Чем Десять Штук На Мейне А вообще У нас Поплавно Сюда Вывести Категории Если Будь Точно Категории Погинатор Погинатор Уже В категориях Сначала Категории Вход В категорию И там Погинатор Сюда Надо Вывести Все Категории Согласны То есть У нас Здесь Пока Висит Меню Но Нас Пока Это Не Устраивает А теперь Смотрите Я Вот Здесь Сделаю В наших Контроллерах Новый Контроллер Назову Его Контроллер Меню Для чего Я его Делаю У нас Менюшка На всех Страницах Есть Вот Это Мне Надо Ее Каждый Раз Получать Как вы Думаете Не Не Надо Вот И я Так Думаю Поэтому У меня Будет Контроллер Меню Extends Контроллер Так Так И В свою Очередь Здесь У меня Будет Public Function Get Rift Menu Ну Или просто Write Menu Давайте Для Write Menu мы Приготовим Внутри Я Здесь Сделаю Новую Папку Назову Ее Components Так И Первое Что Я Здесь Сделаю New File Соответственно Rmenu Точка Twig Все Он у меня Уже Заготовлен Пока Я Ничего Не Делаю Но Он У У Меня У Есть Еще Раз Ну Там Вот Категории В нем Да Пока Я Просто Правое Menu Назвал Потому Что Вдруг Мы Что Добавим Потом Правильно Вот Controller Menu Write Menu В нем Соответственно Я Делаю Следующее Я Делаю Так View Равняется View View И Сюда Передаю Соответственно Components Так Slash R Menu Тут Понятно Да Потом Я Добавляю Во View Category Yes Будет Равняться Model Category Instance Готов Абсолютно Верно Теперь Соответственно This Response И туда Отправляем View Соответственно Абсолютно Верно В меню Мы будем Делать For Each Так For Cut In Category Yes Я и так Назвал Да And For И здесь Мы будем Выводить Вишечки Вникашечки Href Будет Выглядеть Следующим Образом Slash Катего Yes Slash Cat Cat.Name А я одну штуку поставил Думаю Cat.id Так А вот сюда будем выводить Cat.name 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 Но Перед этим Я здесь буду Spam Вводить В котором будет Style Background Image Url Только вот так Url И сюда Соответственно Cat.name Cat.name Get.name Image .url Еще раз А да Согласен На сто процентов Даже более Вот такой вот метод Да Фух Сам устал Что? Я не знал Что можно Из триггера Вызывать Напрямую Нет А почему нет Ну я не знал Ну то же как С триггер Оно Трансформируется В пешки В итоге Я Я вызывал Сначала Контроллер А потом Передавал В парамет Ой Не надо Не надо Я где-то Что-то не дозакрыл В параметре Еще Фигурные скобки Обровение Не закрепил Он не закрепил Да вот тут Доделал Что-то оно О Все Теперь не ругается Нам не надо Параметра Это Идин Еще Фигурные скобки Зачем Он уже Фигурных Ну у нас же В роутере Будет Обращение Это штамм Будет Фигурные Нет Здесь Фигурные не надо Там Надо будет Фигурные А И оно поймет Что это Параметр Да А так Это просто Кусочек маршрута Для него Все равно Что это То есть Вот такой Вот момент Лайки Подождите С лайками Мы это Добавили На все Страницы Нет А должны Должны И поэтому Начинается Самое Интересное Использование Да То есть Я буду Делать Так R Меню Ну давайте Так Так M Control R Ну здесь Я думаю Можно его Сделать На уровень Конструктора Так сказать В принципе Сделать Здесь Preweight M Controller Так А здесь Соответственно Public Function Два нижних Подчеркивания Констракт Вот так Лучше Его здесь Сгенерировать Control И Control Alt Insert Конструктор Не надо Чтобы он Принимал Ничего А у нас У контролера Нету Конструктора Да Ну и он Сделает Следующее This M Controller Оравняется New Controller Menu Так И соответственно Сразу будет Вызывать О This M Controller Right Right Menu То есть Сразу Будет Подготавливать Эти Данные Теперь Во всех View Мы Здесь Можем Делать View R R Menu Оравняется This M Controller Get So So Соответственно Будем Выводить R Menu Непосредственно В нашем Шаблоне Вот Здесь На данный Момент Там Была Просто Надпись Menu А Теперь Здесь Будет R Menu Причем R На главной Странице Можем Убедиться Так Что-то Тут Произошло Не так Можем Шаблоне Двух Сним Must Not Throw An Exception Cut To Protect Model Images Construct From Entity Category Ага Entity Category Так Entity Category У нас Где-то Видит Себя Неправильно Да Он создает Новый Экземпляр А мы Должны Помните Что Делать Model Images Instance За счет Этого У нас Здесь И Error Произошел Так Больше У нас Ни Делали Такого Нету Так И Guliangiven О Guliangiven Это Да Короче Не существующие Пытаются Что-то Спросить И Нет Такого ID В базе Данных Возрешает Images 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 Там GIF С картинкой Мы прямо В нем Сейчас Стиль И пропишем Это Меню Просто Для того Чтобы Мы его Нормально Увидели Сразу Витц Витц 30 30 Display Inline Block Background Size Contain Тин Вот Так Вы Поняли Хорош Мода Стилизировать Но Я Сделал Как Небудь Стилизацию Это Вы Уже Сами Доделаете Да То Теперь У нас Категория Выводится Это Замечательно Но Выводится Она Только На Главной Странице А Дальше Куда Я Не Прыгну Например Я Прыгну А Это Пока Пустая Заглушка Прыгну В My Post У Меня Ее Нет Да Чтобы Она Была Мне Нужно Добавить Это Все Очень Много Где Везде Да Подождите Я Контроллер Мейл Не Додел На Самом Деле Вот Эту Все Я Скопирую Только Вот Так Она Пригодится Ну Давайте Сначала Вот Это Так Вот Это Нам Больше Не Надо Так Мы Можем Закомментировать Чтобы Она Не Отвлекала Но Пускай Будет Так Details Это Что Так Сейчас Оно Нам Надо У нас Используется Будет Используется Да Не По-моему У нас Не Используется Ну Типа Посмотреть Детально Этот Сам Пост Пост В смысле Будет Типа Ну Оно Не Там Будет Так Это Вот Это Уже Используемые Методы Сейчас Оно Будет В Отдельном Контроллере Который Будет Отвечать За Просмотр Категорий Так R Меню Добавил Сюда Добавил Сюда Так Теперь Вот Эту Тя Чуть Контрол С Не Хватает Два Буфера Обмена Порою Контроллер Home В контроллере Home Делаю То же Самое И Из Контроллера Main Вот Эту Заготовку Контрол С Контрол В Контрол В Так Это Это Не Имеет Вьюшки Так Это Есть И Контроллер House В нем По-моему Есть Отображаемые Вьюшки Или Нет Нет Вообще Это Хорошо Так Контроллер Иммедж У нас Не Используется Вообще Правильно Поэтому Я его Делаю Делить Благополучно Чтобы Он Не Отвлекал Нас Контроллер Main Сделали Контроллер Мир Есть Контроллер 34 Не Нуждаются Все Замечательно Обновляем Страницы Проверяем Здесь Есть Так Ну Это Мейн Есть В Майпост Все Есть В Добавить Пост Есть Логаут Регистрация То есть Вроде Как Все Везде Ну А Двух Человек Зашел А потом Передумал Решил Зайти Вот В Категорию Ну У нас Сейчас Там 404 Да Давайте Создадим Заготовку Маршрута Для Этого Для Этого Зайдем Соответственно В Лода И Сделаем Здесь Роутер Адроут Слэш Категори Слэш А тут у нас Пошел параметр Причем Обязательный Так Обрабатывать Будет его Контроллер Категори С И у него Будет Экшен Контроллер Бывает Сменю Контроллер Меню Это контроллер Компонентов Меню Вот он Компонент Меню Имеет Так Вы же говорили Что его можно И экшен Ну Можно Но Не хочу Я хочу Различать Для себя Мне так Больше Нравится Вроде Сущность Меню Но Это не Меню Это Уже Страница Контроллер Категори Так Я так его назвал Только Чтоб это в роуте Писал Категори Да Категори У нас контроллер Категори У нас Будет Тоже Категори Все Я уже Тут назвал Поблик Функшен Экшен Категори Я здесь Сделаю пока Айди Равняется Зис Гет А я экстенс Контроллер Не сделал Ну Что ж такое Экстенс Контроллер Так Get URI Params ID Ну И здесь Можно Соответственно Сразу Ждет Увидение Типа Кым Сделаем Здесь Алерт Ой Алерт Фу Уже Устал Echo ID Да И попробуем Зайти Как видим Заходим А можно Теперь Там Егеничка Стереть И поставить Бой Так Все работает А Не На Возапрос Бозбан Не Сейчас Будет работать Это шех А там Будет Трой Кетч А в кетч Мы на 404 Отправим Не Вот так Как мы Писали Там Шип Бозбан Потому Что From And Soft Не Может Принимать Бул А у нас Фолст Приходит Там Где Get By ID У нас Фетч Возвращает Фолст А оно Пытается Распаковать Это Как объект И Вызывает На Фолст Ну там Надо Выкинуть Экзепшн По хорошему Было бы Ну ладно Уже Не учу Знаю Бывает Такой Момент Все Учесть Тяжело Надо Подправлять Походу Нет Это Понятно Это Как исправить Выкинуть Экзепшн Там Где Должен Прийти Соответственно Пришел Да Да Фолст Пришел Мы должны Сразу Если там Фолст Выбрасывать Исключение Или Возвращать Нул По хорошему То есть Там по хорошему Надо переделать И возвращать Нул А если Пришел Нул Тогда Делать Уже Да Это В классе Энтити Нужно Сделать По хорошему То есть Ошибка Должна Ввалиться На уровне Энтити По хорошему Вот такой Вот момент Так Я думаю Мы сегодня На этом И остановимся То есть Мы сюда Дошли А в следующий Раз Мы начнем С этого Момента Выведем Все категории Сделаем Возможность Постраничной Навигации В них Вот что Самое важное Да То есть Следующая наша Цель Это постраничная Навигация Внутри Категории Валерий Просмотрим Самому Сейчас надо Думать Что вы думаете Что я все Помню на память Классов Тут надо Сейчас зайти И посмотреть Как он у нас Сделан Классов Энтити 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 Вижу Энтити Вот у нас From a source Да Он у нас Принимает Array Сейчас Да Вот здесь Но Теоретически Туда Сейчас Может Прийти Boolean Поэтому Я делаю Вот так Тогда Я делаю If Не Из Array Data Throw New Exception Invalid Data Invalid Data Не существует У нас Ну В принципе Сейчас это Invalid Data Потому что Сюда Могли Передать По другой Причине То есть Вдруг Вызвали Его По другому Поэтому Invalid Data А вследствие Чего Этот Invalid Data Возникает Это Уже Другой Разговор Правильно Да Хотя Это Вот Здесь А Нет Здесь Все Правильно Здесь Все Правильно Сюда Выкинет И Мы Теперь Сделаем Что Мы Теперь 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 В В принципе Все То есть Мы Будем Просто Отлавливать Всю Нашу Процедуру В Try Если Мы Выпали В Catch Значит Нам Не Удалось Получить Данные Так Вообще Подождите Вот Здесь Не Надо Делать Этого Не Так Надо Делать Это Я Погорячил Сейчас Смотрите Надо Просто Там Где Мы Эти Массивы Получаем То Например Метод All Который В Нашей Базе Это Эксекьютор Сейчас Я его Ищу Модуль Датабейс И Вот Здесь Наш Эксекьютор Да И Надо Пролистать До Метода All Метод All Он Возвращает Фич All Да Вот Здесь Нужно Сделать Следующее Result Равняется Вот Так Вот Потом Здесь Соответственно Result Знак Вопроса Тогда Result А иначе Пустой Массив Вот Такой Вот Момент И Он Будет Всегда Возвращать Перей Так Это Все Методы Надо Переделать В смысле Все Ну Там Где Возвращают Это Да Но Это Уже Такой Вот Момент Да То есть Вот Такой Момент Проблемы Мы Собственно Говоря Вот Таким Образом